Это архивные фото старого деревянного храма всех святых в земле российской просиявших. Он сгорел как спичка в ночь с 10 на 11 декабря 2017 года. До сих пор идут споры, это был поджог или нет. К единому мнению по сей день не пришли, но спорить можно бесконечно, а вот восстанавливать храм было необходимо. Весной подопрошлого года были начаты работы по строительству нового каменного храма в поселке. Прошло чуть больше двух лет, а тут уже начались постоянные божественные литургии. Внутри даже сделали отопление. Причем эта скоростная стройка осуществляется только на пожертвования прихожан и частных меценатов. Не имею в первую очередь благодарность Богу и тем людям, которые помогают нам в это непростое время, находят средства и желание помочь нам. И таких людей очень много, которые и жертвуют своими действиями, которые сами принимают непосредственно участие. Прочащиеся. Да, очень довольны, как довольны. И батюшки довольны, и церкви довольны. Быстро. И быстро построили. Ну вот помогай. Все равно люди молодцы. И я считаю, что многие помогли, вклад какой-то несли, пускай не финансово, но кто как может. С самого начала восстановления храма за ходом работ внимательно следит епископ Барышский Индинский Филарет. Преосвященный владыка часто посещает Глотовку, чтобы поддержать отца Александра и его паству в их начинании. В последнее время визиты носят больше позитивный характер. Вот и на этот раз правящий архиерей приехал, чтобы осветить купол и крест в колокольне. Благословляется, освящается с нами все крестное, благодатью Святого Духа. Благословляйся священным во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо, Христос. Осветили вам крест. Надеюсь, потом мы целиком весь храм осветим. Вот как только он будет готов. Дай Бог, чтобы действительно храм для верующего всегда являлся и будет являться тем, что мы приходим к Господу Богу. От веры Господь подает нам и жизненную силу, и радость, и утешение. Работы в Глотовке ведутся быстро, потому что делают все грамотно и с душой. Перед действием просчитывают каждый миллиметр. Вот и процесс поднятия и установки купола и креста занял рекордные полтора часа. Теперь центр Глотовки, как и в былые времена, приобретает свой православный вид. Но работы еще очень много. Впереди весьма затратное благоустройство. Поэтому всех небезразличных людей просят оказать посильную помощь в восстановлении. Все реквизиты есть на сайте епархии по адресу в русскоязычном домене. Барышская-епархия.рф Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Уллправда.ТВ